Немножко расскажу о себе. Занимаюсь теорией бухгалтерского учета, изучаю международный стандарт финансовой отчетности. Преподаю в Центре компьютерного обучения специалисту уже 6 лет, 7 год. Занимался постановкой учета в крупнейших компаниях, строительных. В последние годы занимался Московской областной энергосетевой компанией, автоматизацией учета, зарплатно-кадрового учета. Занимался автоматизацией управ делами президента Российской Федерации. Разносторонний опыт, поэтому если будут какие-либо вопросы, задавайте, не стесняйтесь, ждем вас на курсах в нашем Центре специалист. Учет в производстве, с чего начинается и что нужно знать, когда мы рассматриваем учет в производстве? Что касается зарплатно-кадрового учета и что касается вообще бухгалтерского учета. То есть любое производство это функция чего? Труда, капитала и разных ресурсов, правильно? Поэтому когда мы будем рассматривать с вами учет производства, у нас в 1С есть целый раздел производства, есть склад. Зарплату, прежде чем начинать любое производство, нужно знать немножко теории, что любая функция производства это функция труда. То есть как минимум зарплату вашим производственным рабочим нужно начислять. Зарплату производственным рабочим будем начислять на 20 счете. Зарплату управленческому персоналу на 26, а может ли быть зарплата на других счетах начисляться? То есть может быть 25 общепроизводственные, на 23 вспомогательные производственные, на 29, например, обслуживающие, столовые какие-то. То есть могут быть дополнительные. Но в чем особенность? Что мы можем приказывать 26 счету по директ-костингу сразу на 90, а вот 25, 23, 29. То есть мы будем всегда переводить, списывать на 20 счет, просто будем распределять согласно пропорционально какой-то базе. Вот все эти настройки, связанные с затратными счетами, мы сейчас тоже посмотрим, затронем. А вот что касается следующих функций, то есть функция труда, зарплата. То есть если какая-то зарплата какого-то электрика напрямую не может быть отнесена на себестоимость вашей продукции, и вашего производства, вы как ее будете относить? Косвенно. То есть распределяя. Потому что он обслуживает 8 цехов и по пошиву одежды, и по производству фильтров. А как включить себестоимость каждого вида продукции? Только согласно какой-то базе распределив. Зарплата уборщицы, которая убирает площади цехов и цехи сами, зависит от того, какие цехи, какие площади имеют. Например, у нас один цех 100 метров, а другой 1000 метров, а третий 5000 метров. Ее зарплата в месяц 5000 рублей. Мы ее должны включить как? Пропорционально, наверное, площади цехов, потому что она большие цехи убирает большее число времени. То есть, а может быть другая пропорция, что согласно материальным расходам в этих цехах, или согласно оплате труда рабочих этих цехов. То есть вы будете думать уже сами, какую базу брать для этой функции. Мы говорим материальные расходы, их называют капитальные, материальные, капитал и что угодно. Вот материальные расходы. Любое производство имеет технологическую карту производства и чего-то состоит. То есть, какие материалы могут быть, если мы производим фильтры для воды? Что там может быть? Фильтры для воды? Что еще раз? То есть уголь, какой-то песок, уголь, пластик нужен нам. То есть, какие-то болты, гайки, может стандартные прокладки и прочее. Правильно? Хорошо. Если мы производим торты, то есть какие-то пищевые продукты, это будет мука, сахар, яйца или заменители. Правильно? То есть, почему задача всегда снижать себестоимость при постоянно растущих ценах? То есть, цены постоянно растут у нас в обществе. Задача максимально снижать себестоимость. Почему? Ну, чтобы была максимальная прибыль. Хорошо. Есть еще информация. Мы платим за информационные различные услуги и прочее. Например, обучение сотрудников цеха номер 8. Можно относить на затратные 20-е счета? На 20-е, например. Цех номер 8 мы их обучили работать со станком. Или это всегда будет 26-е управленческие обучения? А 25-е нужно? Можно ли 25-е, 23-е, 29-е? Правильный ответ. Вот нельзя. Объясню, почему позиция и международных стандартов, и экономической теории. Потому что вы не имеете контроля над рабочей силой. В любой момент они могут все уволиться, и ваше обучение как бы впустую. То есть даже если вы их обучаете 2-3 года, даже если они суперквалифицированы, вы будете стараться их как-то удерживать своими силами и прочими, какими-то преимуществами работы вашей компании, большими зарплатами, какими-то другими пакетами лояльности. Но всегда мы будем обучение, даже если это рабочий Петров, всегда на 26-м счете. То есть то же самое, когда рабочий уехал во Францию изучать технологию производства каких-то хлебобулочных изделий. То есть вроде бы он производственник, инженер, технолог и так далее. Но это 26-й счет. То есть управленческие расходы. Но это ваше экспертное решение. Вы сами по вашему экспертному решению можете закрепить, как и куда вы относитесь. Просто можно, но нельзя. Нельзя с экономической точки зрения. А можно, это означает, что если придут аудиторы, могут сделать замечание. Но если вы скажете, я сама или я сам решаю, как мне вести учет в моей компании. Почему говорим нельзя с экономической точки зрения? Потому что нет контроля над рабочей силой. Раз нет контроля над рабочей силой, текущие затраты. Как решите? Хотите включить их в производство себестоимости? Можете включить. Но мы говорим, это всегда управленческие расходы. То же самое, если вы строите основные средства. И для строительства нужно обучить кого-то строить. Ну, например, там какой-то зигзагообразный фундамент. И нужно именно их обучить месяц перед тем, как это строить. Инструктажи и все это. То есть могу ли я включить в стоимость здания первоначальную? Это же фактически затраты, казалось бы, на создание зданий. Но я не могу это сделать, потому что это затраты на обучение. То есть вот затраты на обучение всегда не включают в процесс производства, не включают в процесс строительства в 0.8.3, не включают 20. Решите включить ваше право. Вы скажете, я эксперт, я лучше знаю. То есть то, что хозяйственный учет, экономический, бухгалтерский. Да. Вы уверены в них, потому что вы можете контролировать их рабочую силу. Они рабы, правильно? Можем. Рабы, рабочая сила, можем. Хорошо. Это шутка, но я просто сказал аргумент, почему в мире говорят нельзя обучение вносить. Это ваше решение, считать так или не соглашаться. А вот мы сейчас поговорим о производстве. То есть мы знаем, что есть разные функции производства. Это труд, это материалы, капитал, это информация, это земля. Что вы знаете о таком активе, как земля? Это вечный актив, он имеет цену, но не имеет стоимости. Как это так? То есть на рынке его можно купить, продать, но если не запрещено законом отдельные виды земель, правильно? А стоимости не имеет, это означает, что земля бесценна. Бесценна в каком плане? В позитивном. Что ее запрещено амортизировать, потому что она 4,5 миллиарда лет существовала и столько же, наверное, еще просуществует, если не больше, правильно? Поэтому все эти ресурсы, которые у вас есть, и будут факторами вашего производства. То есть когда я говорю о производстве, мне нужно накапливать затраты не только материальные, ну, кредит 10-го, дебет 20-го, но и все остальные. Если говорим о зарплате, какие затраты у вас будут связаны с оплатой труда? Только зарплата или что еще? Вот экономисты под фондом оплаты труда понимают, конечно же, начисление зарплаты, кредит 70-го, дебет 20-го, если производственных рабочих. Но не только зарплату, но и все, что сверху вы несете. Все взносы на 69-м счете тоже включаем туда. Ну, наше бремя 20% и 30% всего нарастающем, так скажем, ПФР-22, но это максимум 30% и несчастные случаи профзаболевания. А там сколько их может быть, это уже жизнь покажет, в зависимости от того, какая вы компания. Можем быть на упрощенке, можем быть какой-то специализированной конторой, у которой есть льготы, IT-компании, зарегистрированные в Крыму, во Владивостоке, и там эти взносы меньше. Почему взносы – это тоже бремя фирмы? Почему это тоже будут затраты производства или управленческие? Катя, почему мы так говорим, что зарплата тоже, помимо зарплаты, еще и взносы? Нет, это страховые взносы, отдельная статья, мы их к зарплате не относим. Но почему мы говорим, что они всегда будут параллельно с зарплатой? А почему это выгодно компании делать? По закону, да? То есть, чтобы были новые рабочие места, чтобы была достойная пенсия на старости, чтобы все могли отдыхать, путешествовать и все-все-все-все. Только вот уровень этих взносов, насколько велик, настолько так и отдыхают. То есть, 70-е и, мы говорим, 69-е и 20-е. Хорошо. Давайте посмотрим учетную политику и что нужно знать об учетной политике. Во-первых, у вас есть функция анальность, а настройка функциональности относится или к частной, или к общей настройке. А я вам подскажу. Есть налоги и отчеты, это одно. А есть функциональность, это другое. Между ними разделителем является организация. Видим? И получается, все, что мы настраиваем в разделе администрирования и функциональности. То есть, вне зависимости от того, есть организация у нас, нет организации, это общие настройки программы. Если же мы настраиваем налоги, учетные политики, или подразделения организации, или ответственные лица организации, или банковские счета, открытые у организации, это частные настройки. В чем отличие частных от общих? Я могу открыть для фирмы Орион 8 расчетных счетов, если она еще не зарегистрирована в законодательном порядке. Банк не откроет счета банковские? Нет. То есть, частные настройки, они завязаны на организации. Нет у организации, нет никаких настроек, ни учетной политики, ничего. А вот функциональность не зависит от организации. Никак. То есть, здесь ждет меня бизнес-леди. Если Алексею, я скажу, что я ей разрешаю основную функциональность, она сядет нам на голову и скажет, мне ничего не надо. Я сама решаю, что я хочу, и ничего мне от вас не надо. Ну, машина говорит, у вас уже импорт был, там то было, то было, поэтому не отключу вот эти разделы, но все остальные будут. Ну, интересно, если такое производство ей нужно, то есть, я ей разрешил самой выбирать выборочно, она говорит, мне производство не нужно. То есть, нам, конечно, рассматривая учет производства, нужно включить галку, что у нас будет производство. Будет учет процессов производства и выпуска продукции. И заметьте, когда галка производства снята, здесь нету раздела производства. В разделах. Видим? А если я ей прикажу полную функциональность, то есть, ваша задача всегда включать полную функциональность, то у вас будут все автоматические разделы. Пока нет, но если я закрою программу, у меня здесь производство появится. Видим? Конечно, мы сюда зашли не ради функциональности, но я просто на примете вам сказал, что она была включена, я ее снял, она выключила производство. Ну, ведь не хотите производства, не надо, но мы хотим. Я хочу для нашей организации, Орион, настроить учетную политику. Налоги и взносы будем настраивать на курсе 1С, а вот учетную политику для целей бухгалтерского учета настроим сейчас. Конечно, там есть секреции для целей налогового учета. То есть, потому что важно понимать, что есть прямые расходы, что косвенные, согласно статье 318 налогового учета. Значит, и это мы рассмотрим на курсе 1С бухгалтерия уровень 2. Потому что в торговле очень легко. На первом уровне мы рассматриваем торговлю. То есть, там 41-й себестоимость всегда уходит на 90, 0,2 признаются прямыми расходами. И 44-й, транспортные, всегда признаются расходами прямыми. Все остальные косвенные. То есть, 41-й и 44-й могут иметь сальдо, 44-й может иметь сальдо только по статье ТЗР. Вот какие могут иметь сальдо по 20-м счетам в двух учете мы посмотрим. В налоговом учете деление на прямые и косвенные в производе основывается на статье 318 налогового учета. Тоже настраивается в настройках налогового учета. Статья 318 налогового кодекса разделяет 4 статьи, и 5-ю допускает все остальное. Значит, первая статья – это амортизация. Вторая статья – это материальные расходы. Третья статья – это зарплата. Четвертая статья – это страховые на зарплату. Страховые все взносы. Вот они, 4 статьи. Как вы думаете, если наша фирма занимается строительством, то субподрядные работы – это прямые расходы, связанные с производством, или это косвенные? Что такое субподряд? Это когда вместо нас нашу работу выполняют. Это прямые. Налоговые тоже так считают, и все так считают. Но в налоговом кодексе нету этого пункта. Значит, все остальные прочие, которые непосредственно связаны с производством. Так вот, запомните, субподрядные работы всегда прямые. Другое дело, пригласили консультанта помочь вам заполнить декларацию по прибыли. Это не прямые расходы, это косвенные. Но мы их и не называем субподрядными, правильно? Это уже консалтинговые, юридические, еще какие-то. Рекламные. Хорошо, если мы сдаем в аренду бытовку, это одно. А если мы сами арендуем бытовку для уборщицы возле нашего офиса или возле наших складов, мы решили арендовать бытовку за 5 тысяч рублей в месяц. Это прямые или косвенные, если для уборщицы, которая убирает цехи? На ее зарплату, да? Нет, 5 тысяч мы платим за бытовку, а отдельно мы ей платим еще зарплату. Вот аренда бытовки, это прямые или косвенные? Конечно, это косвенные, несмотря на то, что она убирает наши цехи, да? Если мы арендуем бытовки, у нас в Химках 20 домов строятся, а в этих бытовках живут строители. Это прямые или косвенные? Это прямые. И вот для этого и прочее вы сами будете добавлять в налоговом учете те статьи, которые реально являются прямыми. Я не смогу доказать налогово и никому другому, и аудитору, и никому, и руководству, что вот эти строители, которые на участке живут в этих бытовках, не связаны со строительством, правильно? Вот это всегда помните. То есть материальные связаны, материалы кирпичи построим дом, амортизация крана будет включаться в себестоимость, зарплата рабочих будет, страховые будет, но и аренда бытовки, в которых проживают рабочие, тоже будет. Вы скажете, может это зарплата рабочего? Нет, это аренда бытовки, я их арендую. Для кого? То есть у нас некий вахтовый метод, они там и живут, и строят все на месте. Это связано с нашей производственной деятельностью или мы просто так решили? Нет, это связано с производственной деятельностью. Субподряд и аренда. Вы арендовали цехи для вашего производства. Это прямые или косвенные? Прямые. То есть у вас не будет чего? Наверное, амортизации этих цехов не будет. Хотя, если будет у вас лизинг, если будет финансовая аренда на балансе лизинга получателя, то вы тоже имеете право на амортизацию. Может быть, что у вас здание ваше, а вы арендуете оборудование в цехах. Мы его будем амортизировать? Как прямые затраты или как косвенные? Мы арендовали 80 станков для производства шерстяных одеял. Будем? Почему? Потому что станки, без которых невозможно наше производство относиться, себестоимость производства и будут прямыми. То есть это всегда некие спорные моменты, но здесь ключевое относится к производству или нет? Прямо относится или косвенно? Мы говорим, что все, что к производству, вот амортизация производственных цехов, она прямо так прописана отдельно и цехов, и станков, и все, что связано. Амортизация крана строительного будет относиться? Будет. Очень часто бухгалтер должен понимать, что его учетное экспертное мнение должно быть гибким и должно меняться в зависимости от ценностных суждений и явлений. Например, вы амортизировали все время кран, кредит 0,2, дебет 20, дом 7. Вы так делали 6 лет, пока строили дом 7, затяжное строительство, и кран все время был там. Но срок службы крана 15 лет. 6 лет прошло в 2013 году, а бухгалтер отказывается менять амортизацию на другой дом, хотя уже этот кран там не используется. Дом еще в 2013 году ввели в эксплуатацию, сдали его. Сейчас этот кран год простаивал, а следующий год начал строить дом номер 15. Чем чревато то, что бухгалтер будет продолжать до 2017 года и дальше начать амортизацию кредит 0.2 амортизация, дебет 20-го дом 7, который давно сдан и по нему никогда доходов не будет. Раз не будет доходов, затраты никогда не превратятся в расходы. А задача бухгалтера исправить эту ошибку и начать со следующего периода, когда кран передали на другой объект, начать амортизацию по дому номер 15 и собирать затраты по дому номер 15, потому что дом 15 даст нам доходы. То есть а бухгалтер ее аргументы какие главные. Говорит, до меня супер главбуху, которой был 20 лет стаж, начисляла амортизацию в 2011-2012 году на дом номер 7 и я тоже буду так начислять. Вот а бухгалтер понимала, что кран в те годы строил дом номер 7 и поэтому начисляла нам дом номер 7. А новый бухгалтер говорит, я не буду так делать, потому что до меня так не делали. То есть она должна постоянно пересматривать, иначе что? Искажение себестоимости. Другими словами, у нее дом номер 15 недополучит себестоимость. А если доход будет 100 миллионов, а себестоимость 70, хотя могла быть 80, ну допустим. То есть прибыль, есть разница показать 30 миллионов и 20. Больше прибыль, больше налоги на прибыль, больше дивиденды, хотя физически имели полное право амортизацию крана включать дом 15, который даст доходы. Почему это важно? Что вы понимали, как вы собираете себестоимость. Потому что когда вы будете продавать 962, кредит 90, и когда вы будете списывать 20-й счет по работам на 90-й, точка 2, себестоимость, спишется ровно тот 20-й, по которому будет выручка. И если выручка будет по дому номер 15, то спишется 20-й только с 15-го дома. Амортизация, если была на доме номер 7, она будет вечная незавершенка, а 20-й счет может иметь сальдо незавершенка? Сколько максимум лет? Да хоть 100 лет может 20-й иметь незакрытая сальдо. Конечно, аудиторы вам будут советовать и скажут Елены неправильно ведете учет. Кто страдает? Компания, она должна больше платить налогов и больше дивидендов. Почему? Потому что у нее расходы минимум, а выручка константа максимальная. При этом у вас прибыль будет не та. То есть вы ее существенно завышаете. Налоговая против такого расклада сил? Налоговики вам будут говорить нет, не делайте так. Нет, они будут молчать. То есть смотрите, в налоговом кодексе есть нарушение штрафы за неправильное ведение учета доходов и расходов. Если вы занижаете доходы и завышаете расходы, тогда вас будут штрафовать. А если вы увеличиваете доходы, увеличиваете, уменьшаете расходы, они вас будут носить на руках и говорят, вот мы ждали такого бухгалтера в этой компании. Но руководство будет чувствовать что-то неладное. Большие налоги, учредители недополучают дивиденды, маленькие дивиденды или большие дивиденды, будут по ситуации. Поэтому учет производства, калькуляция доходов и расходов, затрат, себестоимость это, конечно, один из факторов успешного бухгалтера. Значит, смотрите, метод оценки МФЗ в производстве, неважно какой, никак не влияет на ваш учет. Или влияет. Что такое метод средний? В условиях растущих цен самый выгодный метод средний. Почему? Потому что цены постоянно растут, а мы всегда усредняем, что дешевые цены столетние, что сегодняшние дорогие в среднем усреднится. А если я буду по методу FIFO списывать материалы в производство, то у меня получается спишутся столетние дешевенькие 2000-х годов, а сегодняшние дорогие не будут участвовать в себестоимости. Маленькая себестоимость константа дохода, опять прибыль большая, правильно? Налоговый кодекс говорит компаниям, которые находятся на упрощенных системах и на прочих спецрежимах использовать только метод FIFO, первыми списывать то, что дешевле. Компании на общей системе могут выбирать метод средний, FIFO, мы выберем метод FIFO, пусть будет по партиям первые пришли первые ушли. Но я всегда выбираю метод средний во всем мире он царит. Почему? Если запрещен метод LIFO. LIFO в международных стандартах запрещен, LIFO в бухучете в Российской Федерации с 2008 запрещен, с 2015 запрещен в налоговом. Мы имеем право LIFO использовать? Нет, поэтому его и в программе тоже нет. Способ оценки товаров в рознице. есть розница, сейчас нам не актуально. Основной счет учета затрат, если у меня производство, может быть 26-м. Конечно, если у меня больше всего управленческих расходов. А если у меня каждый день я калькулирую 20-й, я включу 20-й. А если 29-й, 25-й, 23-й, можете его периодически менять. Работаете 2-3 месяца или 2-3 дня с одним счетом. Другими словами, бухгалтер всегда должен думать дебет, какого счета затрат в каждом документе. Ольга, почему нужно думать в каждом документе о счете затрат? Реклама в производственных компаниях на каком счете будет собираться, если мы производственные, чистое производство. Рекламные мы всегда собираем на счете в 44-м торговых компаниях, а в производственных тоже на 44-м счете. Почему? Потому что реклама направлена на сбыт, на продажу. То есть 44-й счет имеет место быть и в производственных компаниях. Правильно? Реклама какая? Входящая имеется в виду? А если вы занимаетесь рекламными изделиями, то это 20-й счет производства. Вас спрашивают виды деятельности, по которым затраты списываются и учитываются на 20-м счете производства. Виды деятельности, по которым затраты учитываются в производстве. Какие это могут быть виды деятельности? Ну смотрите, может быть у вас стандартно 20-й счет закрывается на 43-й, то есть получена готовая продукция. Может такое быть? Может. Соответственно, если такое может быть, то вы эту схему прибыли должны понимать, и я вам сейчас ее быстренько покажу, напомню, после теории бухучета. То есть у нас есть разные методы затраты, но при любом из них у вас 20-й, вас будут спрашивать в 1С, как закрывается. То есть здесь все стрелки читать с кредита в дебет. То есть я накопил затраты разными способами, я их списываю с 20-го на 43-й, если у меня выпущены торты. То есть если у меня есть продукция торт, я ее собирал по дебету, я ее выпускаю именно этой проводкой, ставлю галку 20-й будет выпускаться в виде готовой продукции. Здесь есть вариант через 40-й счет еще пропускать на 40-й, 40-й на 43-й. Выбор учетной политики. А вот если у вас работа услуги только напрямую на 90-й счет. И здесь всегда многие спрашивают, а как выбрать? То есть 20-й на 90-й, но в каком случае он будет закрываться? Возвращаю Одинеску. Вас спрашивают, будет ли выпуск продукции? Конечно будет. У нас 20-й будет закрываться на 43-й. Вас спрашивают, будет ли выполнение работ услуг? И здесь три варианта. До 13-го года, до сентября 13-го было 2, и 8-2 всегда было два варианта, исходя из экономической сущности. Третий вариант добавился без учета выручки. По мнению 20-ти бухгалтеров, которые сказали, а мы не знаем, как закрываются 20-е счета в 1С, сделайте без учета выручки, чтобы она всегда каждый месяц их закрывала. В чем чреватость и ошибочность такого подхода? Всегда независимо ничего. Карл Марк говорил, что и все западные экономисты на сей день также говорят, что если общество не признает результаты вашего труда, а кто может признавать результаты моего труда? 62-й счет это кто? Покупатели, заказчики, потребители, конечные, для которых работает наш бизнес. Кто нам платит основные доходы, выручку и все на свете? Для кого мы работаем и зарабатываем? Конечно для наших учредителей, но у кого? Кого мы обманываем? Потому что капиталистическое общество на этом стоит, что нужно обмануть покупателя. В чем обман заключается? Что мы ему озвучиваем 10 миллионов стоит дом частный у пруда, правильно? А затраты мы потратили на землю, строительство и так далее, зарплату и все остальное. Сколько? 3 миллиона. То есть если мы покажем себестоимость 3 миллиона расход, а доход 10 миллионов, мы налоги большие заплатим? Конечно, поэтому эта строительная компания будет нанимать еще субподрядчиков, то есть 20-60-й, которые еще покажут акты и услуги расходы еще на 6 миллионов, чтобы не сильно много делиться с бюджетом. То есть вы догадываетесь, если показать уже 9 миллионов расходы, да еще и на рекламу потратились полмиллиона, то у вас доходы, выручка, 10 миллионов озвучили покупателю, по документам собрали на 9,5 расходов, сколько прибыль? 0,5, налог на прибыль 20%, 100 тысяч, налоговая довольна? Ну, довольна, что не убытки, да? Если начнут копать, могут признать, не признать. Так вот, 1СК сама автоматом будет вам все это считать в закрытии месяца в конце месяца, при условии, что будут доходы, выручка. А если нет покупателей, мы просто строим на будущего покупателя. Такое может быть, развили коттеджный поселок, но пока дома не продаются, а просто, то есть мы их продаем, но никто их не покупает. То есть мы тратим затраты, это называют экономисты пустотратами, если никто никогда ничего не купит. То есть двадцатка-двадцатка, незавершенка-незавершенка, до каких пор, пока кто-то не купит. Если там наводнение у этой реки, все живы-здоровы, но затопило все и снесло все дома. То есть ваши затраты будут иметь спрос или что-то и превратилось в болото. Нет, пустотраты, потом вы их спишите, скорее всего, когда прикроете фирму и все идет на 91, и 99, как прочие форс-мажоры. То есть это тоже будет финансовый результат, но уже какой? Неприбыльный, точно, однозначно убыточный, верно? Значит, вас могут спрашивать, что делать? Значит, смотрите, мы выбираем здесь с учетом всей выручки, оптимальный вариант всегда с учетом всей выручки. Есть выручка, признаем, нет выручки, не признаем. На эту тему сотрудники 1С всегда успокаивают все, говорят, не закрываются двадцатые. Ну, сделайте выручку на одну копейку. Это правильно? Нет. Зачем делать выручку, если ее нет? Нет, будет не завершенка. Бухгалтер говорит, у меня бешеная прибыль и все остальное. но это проблемы но это проблемы кого? Как может быть бешеная прибыль? А у них из 40 домов только один дом был продан, а затраты по этому дому всего 300 тысяч. Все расходы накопившиеся. Потому что строят 40 домов и себестоимость одного вышла 300 тысяч. Деревянные дома. А продали его за 10 миллионов. Все остальные там управленческие мизерные расходы еще составили миллион семьсот. Бухгалтер считает, собирает. Доходы 10, расходы 2. Сколько прибыль? 8 миллионов. Налог на прибыль большой, сумму НДС заплатить нужно большую. Почему? Потому что в этом квартале не было ничего, кроме входящего субподряда, который вошел в стоимость 0,3 на 200 тысяч. Нам дали НДС от 36 тысяч входящих, а к уплате там миллион с чем-то. То есть получается большая сумма налога миллион. Как вы думаете, с 8 миллионов налог на прибыль 20% нужно уплатить? Пятую часть еще миллион 600, 2 миллиона 600 налогов. Если мы это озвучим руководством, мы так озвучим, то соответственно они говорят, что-то тут не то. И вот бухгалтер, когда просит закрыть без учета выручки, то машина в этот момент в конце месяца закроет все затраты по всем 40 домам сопоставит и расходы по 40 домам с доходом по одному дому. Это, конечно, хорошо. У вас даже может быть расходы 80 миллионов, доход 10, убыток минус 7. Только любая проверка скажет, что это сделали. То есть у вас нету ни выручки. У вас есть еще вариант по факту выполнения работ. Вы должны тогда показать, что вы построили все 80 домов. то есть вы должны вот думать. У нас будет с учетом все выручки. Еще раз, это бухгучет. А с учетом выполнения работ есть правило в налоговом кодексе. О налоговом учете будем уже на курсах 1С рассказывать, рассматривать. Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продаж или в себестоимость продукции. То есть 26-й будет уходить сразу на 90.8 в 1С Direct Costing или на 20-й. Два варианта работы с 26-м счетом. Когда какой, зависит от того, что вы планируете показать у себя в отчетности. Ну, например, при методе полных затрат у вас 26-й и все 20-й 28-й, 23-й, 25-й, 29-й уходят на 20-й. Называется полных затрат, означает, что 20-й как себе все 20-е собирает. Метод Direct Costing Direct прямые кост-затраты означает, что 20-ка блокирует. На Западе все затраты делят на Fixed Cost Variable Cost. Постоянные переменные. Постоянные уходят на 90-й, переменные на 20-й. Но, к счастью или к сожалению, в Российской Федерации такого деления нет. А раз такого деления нет, все 20-е, кроме 26-го уходят на 20-й. А 26-й будет уходить на 90-й. В чем плюс? Что если у меня 40 договоров и из них только одна выручка на 10 миллионов по одному договору и себестоимость только 0,3 миллиона сюда придет, то я смогу все 5 миллионов 600 тысяч, которые накопились по управленческим, списать сюда. Есть разница сопоставлять 10 и 5 и 9 и 10 и 0 и 3. Есть, конечно. Но помните, это мы сейчас настраиваем только бухучет. На цели налогов налог никак не повлияет. Но зато на дивиденды учредителей все будет нормально. Директ-костинг. Оптимальный метод, если хотите, чтобы учредители меньше получали дивидендов. Однозначно. Всегда меньше. Оптимальный метод, если вы не хотите получать кредиты и займы в банках. Вам никто не будет одобрять кредитные линии и прочее, если будете использовать директ-костинг. Поэтому крупные компании, у которых кредитные линии и работают с кредиторами на рынке заимствований, у них всегда метод полных затрат. Они 26 на 20 и пусть сидят не за вершонки. Будет по одному контракту 10 миллионов, значит только расходы этого контракта туда войдут. А если я весь 26, 5 и 6 скину сюда, у меня прибыль будет минимальная. А показывать банку маленькую прибыль некрасиво. То есть вот директ-костинг и метод полных затрат. Методы распределения косвенных 23, 25, 29 и других затрат мы рассмотрим на теории бухучета на курсе 1С бухгалтерия уровень 2. То есть там есть разные методы. Я вам сейчас просто подскажу, что оптимальная база это всегда вопрос и она есть. Какая? То есть оптимальная база. Как вы думаете, выручка может быть оптимальной? Звонит бухгалтер крупнейшей нефтяной компании и спрашивает Валерий Георгиевич, а как мне поступить 20 лет опыта, знать не знала, что в ноябре может не быть выручки, а машина не закрывает, да и никогда не закроет. Говорит, мне все консультанты советуют с начала года все перезакрыть, а мы супер крутая контора, которая за каждый квартал везде отчитываемся, всему миру и России и правительству и всем, всем, всем. Как я возьму переделаю всю себестоимость, которую я уже везде сдавал отчитываться? То есть, конечно, ей советуют сделайте выручку, купите что-нибудь у вашей фирмы. Она говорит, сейчас куплю бочку на 200 миллионов евро, например. То есть, ну, у своей фирмы она сама лично не купит. То есть, поэтому оптимально база, чтобы была всегда прямые затраты. Прямые в себя включают то, что мы перечислили. Амортизация, материалы, что еще? Зарплата и страховые на зарплату, страховые взносы. И, конечно, субподряд, если он был. А можно отдельные статьи прямые. Кстати, может не быть выпуска продукции, если выпускать, может, целый месяц простаивали. А может ли сальдо иметь на конец месяца 25-й счет? Нет, запрещено. Может ли иметь сальдо 20-й там какой-то, 9-й? Нет, запрещено. 26-й может ли иметь сальдо? Нет, запрещено. Поэтому база всегда прямые. Плановые полуфабрикаты и прочие подразделения у нас сейчас не будет. Резервы по сомнительным долгам я всегда включаю. Почему бы и нет? Мы обязаны с 11-го года формировать резервы по сомнительным долгам. Другое дело, малые компании могут их не формировать, но мы, как самая успешная контора, будем формировать резервы по сомнительным. форма 1 и, конечно, все пояснения. Конечно, с сентября 16-го, если здесь указана дата, пусть будет с сентября 16-го. А могу указать, что эту дату я хочу выбрать непосредственно с с января 17-го. окей, да, с января 17-го учет иду в январе 17-го года. Как производство? Здесь производство элементарное. Мы на нашем курсе 1С смотрим довальческое сырье и поступление в переработку. А сейчас мы посмотрим классическое производство. То есть я могу передать что-то в производство и скалькулировать затраты на 20-м счете. Я могу что-то выпустить из производства и тоже скалькулировать. Здесь секрет в чем? Что если отправляем материалы в производство без каких-то технологических карт и рецептур, спецификаций, то вы тогда по факту, когда вам удобно или в конце месяца. ПБУ 9-е, 10-е доходы и расходы говорит, что нужно собирать затраты как минимум ежемесячно. То есть в бухгалтерии мы говорим у нас одни руки, мы одни за всех, а производство много работает постоянно движение документов. Как минимум раз в месяц у вас должны быть все документы отражены в системе. И на конец месяца. Или каждый день. Тогда вы делаете так. Первый шаг требования накладные. Второй шаг отчеты производства за смену. Требования накладное это кредит 10-го дебет 20-го. Отчет производства за смену 20-й и 43-й. Например, 10-го января отпустили материалы, 12-го января получили продукцию. Верно ли, что вы знаете, Алексей, себестоимость готовой продукции, если других затрат не было? Нет, конечно. Потому что других не было сегодня, на 12-го января. Но на конец месяца или в любой день месяца я имею право начислять амортизацию по всем основным средствам. Зарплату имею право начислять когда? Могу 12-го января начислить зарплату за январь. Я знаю, кто сколько отработал? Нет, налоговый кодекс говорит на последнее число месяца. То есть, в любом случае, когда у вас возникает 43-й счет, он будет по некой плановой цене. То есть, по факту я собираю 10-й на 20-й. По факту я собираю 69-й, 70-й субподряд 60-й, 76-й. А если есть амортизация, это 0-2-й, 0-5-й. А если в конце месяца еще придут сюда косвенные распределенные, могут прийти? Конечно, могут. Если они есть 25-й, 23-й, 29-й разные, то у меня 20-ка изменится вообще кардинально по дебету 20-го. А я уже взял и торты там, например, списал на 43-й. Кстати, я мог их уже продать 13-го числа уже их обрузил. У них же срок там 2-3 дня. Я их уже давно продал. То есть, если вы еще сделали 43-й на 90-й, вы все это будете или сторнировать, или доначислять. Смотрите, если у меня учетная цена тортов одной штуки 1 рубль, я каждый месяц что буду делать? Сторнировать или доначислять? Сторна, это означает уменьшить еще его себестоимость, а доначислить это означает увеличить. Как вы думаете, себестоимость торта? Даже если это не у Палыча, а какие-то другие. То есть, она будет выше рубля или ниже? Конечно, выше. Соответственно, вы будете доначислять точно такие же проводки, но что нас делает автоматом в конце месяца. А если себестоимость будет ниже, но вряд ли ниже рубля. если мое любимое число миллион или 28 миллионов, как вы думаете, себестоимость может быть ниже. Тогда будет сторна с минусом. Те же проводки, но с минусом. Вот посмотрим в 1С, требуя накладные, создать. Я хочу отпустить на 8 марта святой день, на 7 марта на закладке подбор. То есть, на закладке материалы подбором мы подберем то, что есть в остатках. Только остатки. А в остатках у меня есть искусственная кожа, кристаллы и фильтры. Я хочу взять искусственной кожи. Например, 10 штук, 10 метров кристалла фильтр. Не хочу вообще брать. Ну, могу. Вот смотрите фокус. Если я возьму, например, родник фильтр. 2 штуки. В чем загвоздка? Что можно передавать в производство, а что нельзя? Может быть, что ваши фильтры, вот не буду говорить, какая из российских компаний, но все, которые начинают со слова роз, то есть, вот эти компании иногда у себя пишут, что есть производство и производят сетевые оборудования, роутеры и все что угодно, а никакого производства у них нет. Говорят, мы в Питере производим в России, на самом деле все покупают в Китае, абсолютно все, но клеят этикетки и им переводчики перевели там инструкцию, то есть, они издают, что это произведено здесь, в Российской Федерации, отечественное производство. Они показывают 20-й счет? Показывают, но в этом случае, когда они покупают эти роутеры и кабели, все сетевые шкафы, как будто их создали здесь, то в этом случае они у себя должны показать 41-й или 10-й, когда покупают, 10-й. А может быть такое, что у нас есть магазин, который продает родники фильтры, и есть цех, который эти же родники фильтры обшивает в кожу, в кожаный чехол, и продает, как фильтр кожаный, уже в два раза дороже, ну, в коже, типа такой красивый, для домохозяек, очень красиво, там ставят на новую суперкухню. То есть, это тот же самый фильтр, но произведенный у нас, что мы вложили в него, он состоит из фильтра и кожи. Это может быть классическая комплектация, а может быть понятие реклассификация. Например, когда я знаю, что у меня есть в магазине на 41-м счете родники фильтр, я могу сделать перемещение, реклассификацию, то есть, чтобы появился 10-й в цехе, а кредит 41-го. Могу. Тогда я этот фильтр пока не трогаю, родник, потом его перенесу и спешу. А сейчас я беру и отпускаю в производство пока только искусственную кожу. 10 метров с 10-го счета. Ключевое, что все затраты в производстве это какие? Прямые. И они на 20-м счете калькулируются. Подразделение у нас цех номер 1 будет заниматься производством фильтров. У меня есть производственное подразделение цех 1 и цех 2. Номенклатурная группа будет называться например показать все у нас есть готовая продукция мы будем производить сборку водоочистных фильтров в два слоя. Скажите, что это два слоя? Там может внутри быть два слоя? А может быть просто мы его так называем два слоя, а там он внутри однослойный. Может быть? Кстати, если у вас по технологии по рецептуре на фильтр уходит два килограмма угля и три килограмма песка. Вот если, например, по технологии так будет. У вас контрольный замер уже готовой продукции, вы должны ее взвесить и она должна быть как минимум 100 килограмм, верно? Или как минимум 5? Ну, бывает сушка, утряска. Но если я ставлю и вижу, что там три килограмма, я уже говорю, все, это не норма. Почему? Ну, кто-то украл, то есть пластиковый этот, меньше угля, меньше песка. Фильтр может потерять свои свойства? Конечно. Покупатели будут недовольны, если они об этом узнают. То есть, если они читают инструкцию и проверят все, как есть, и заметят брак, могут на нас подать суд или к нам претензию заявить. Статьи затрат. Конечно, когда я списываю кожу на затраты, это что? Материальные расходы. Согласны? Значит, материальные расходы. Материалы заказчика мы рассматриваем, когда работаем с довальческим сырьем. Например, у меня есть трактор МТЗ-82, а есть заказчик, который просит убрать там с их двора мусор, который они в результате субботника накопили, там целые там. А у нас есть трактор, мы ГБУ или там эти жилищники и всякие конторы. Мы можем с вами сказать им, вы нам бензин, но наш трактор и наши работы. Они согласны. То есть, мы свой бензин не тратим, но у нас есть трактор и есть наш тракторист. Мы начислим зарплату трактористу, мы отразим амортизацию трактора, но обязательно должны пустить чужой бензин как материалы заказчика на забалансовом счете. Это мы на теории на курсе 1С2 рассмотрим. А сейчас провести проводки. То есть, посмотрите, у нас десятый счет ушел на двадцатый счет. Как вы думаете, здесь двадцатый фактический или плановый? Здесь фактический. Запомните, под дебетом двадцатка всегда фактическая, если десятка фактическая. А десятка уходит в данном случае по факту. То есть, метр кожи стоит 100 рублей, 10 метров 1000 рублей, как в бухгалтерском, так в налоговом учете. Вот если я сейчас тут же скажу, что выпущен фильтр только из кожи, то у меня двадцатый счет уйдет куда? На 43-й по плановой. Какую напишу плановую, такая будет. Я предлагаю сейчас так. Мы списали 10 метров 7 марта. Мы хотим с вами на 7 марта сделать выпуск продукции. А потом отдельно еще одну требовательную накладную и еще один выпуск. Производство. Отчеты производства за смену дадут нам 43-й счет. Что мы можем произвести из кожи? Только из кожи. Например, 10 марта смена отчиталась. В пятницу цех номер 1 отчитался. Произведена продукция. Например, кожаные ремни. Ничего сложного. Нарезали кожу и получили ремни. Правильно? Допустим, если они кожаные. То есть, если они еще с чем-то там внутри, значит, что-то с чем-то. То есть, будет ремень. Ремень в штуках, в папке продукция, да, продукция. В чем отличие продукции от товаров? Все знаем? Верно. То есть, и то, и то для продажи, но товары покупные, а 43-й возникает только у нас. Вы можете получить от учредителя в качестве вклада в устанный капитал 43-й счет? Никогда. Почему? А потому, что продукцию нужно произвести самим. А может быть, я один гендир компании числюсь и произвожу ремни тоннами, десятками, тысячами штук. Может, если у меня есть субподряд. Субподряд это когда я заключаю только подписываю договоры, а вместо меня весь город Щелково работает и на моем заводе. Может быть. Но в зарплате никому ничего не плачу. Может быть, потому что они оформлены на другие фирмы. То есть, компания Газпром почему такая мощная? Если бы она взяла всех сотрудников Сиаруси к себе в компанию, то были бы все, как в Арабских Эмиратах, супершейхами богатыми. Правильно? А выгодно открыть 7 тысяч компаний, через которые миллионы, миллиарды прогонять на субподряд. Для чего? Потому что, если взять все 147 миллионов человек в России, даже с детьми и с возрожденными, например, все, если будут работать и зарабатывать деньги, недостаточно будет тех оборотов, которые можно прогнать через компанию. То есть, вы как бухгалтеры должны это понимать и знать, что вот продукция ремень, кстати, продукцию ремень когда-то можно и продать, согласны? Поэтому я сделаю номенклатурную группу ремней, а номенклатурная группа – это точка учета доходов и расходов на 90-м счете. То есть, у меня будет себестоимость ремней и выручка по ремням. Количество выпустили ремней 50 штук, по плановой цене рубль. номенклатурная группа ремней. Никаких рецептур, спецификаций. Провести проводки. Посмотрите, что происходит. У меня 20-й счет план, 43-й план на 50 рублей. Вы согласны, что себестоимость ремней не 50? Мы уже как минимум 1000 потратили на производство ремней, а я написал 50. Если больше затрат не будет по дебету 20-го счета, то машина в конце месяца сделает такую же проводку с доначислением. Еще плюс 950 в закрытии месяца. В конце какого месяца, если операция была в марте? В конце марта. Хорошо. А если я сейчас делаю по складу перемещение? Помните, у нас были фильтры? И мы еще производим другие позиции, на которые уходят непосредственно и фильтры, и кожа. И мы их называем кожаный фильтр. То есть, когда мы производим кожаный фильтр, может быть жесткая рецептура. Первый вариант учета мы рассмотрели. Когда мы просто списываем потребление кладной и когда мы просто в производстве получаем в середине месяца или на любую дату что-то. Машина все, что списано, отнесет на все ремни. А есть другой вариант. Когда я захочу жестко по рецептуре, что на один кожаный фильтр уходит кожи 0,5 метров плюс один фильтр целый. Мы обворачиваем этот фильтр в 0,5 метров кожи и продаем кожаный фильтр. В два раза дороже. Хотя по себестоимости намного дешевле. Для этого я хочу вначале показать, что у меня есть реклассификация актива. Я иду в раздел склад, перемещение товаров. Я хочу создать перемещение товаров с оптового на оптовый склад. То есть физически я делаю фикцию, никакого перемещения нет. Я просто меняю характер учета моих остатков. У меня есть искусственная кожа, как была на 10-ом, так будет. А есть кристалл фильтр, хочу взять 5 штук. И родник фильтр, 11 штук. счет отправителя 41, а получателя я с 10-0-1 их буду потом списывать. То есть я их перевел на другой счет. Это называется реклассификация актива. Это разрешено в учете? Если мы допустили ошибку неправильно в момент приходования. А приходовали мы оказывается в декабре 2016 года. Вы что будете разрывать весь ваш тот учет, раскапывать и изменять аштамп покупки? или вы сделаете реклассификацию на момент когда поняли куда уйдет? В этот момент провести проводки. Посмотрите пожалуйста что у вас 41 ушел на 10-й в размере фактических затрат которые были по себестоимости. Теперь у меня на 10-м счете есть кристаллы разные и фильтры и кристалл фильтры родник фильтр и кожаная кожа просто. То есть я могу опять зайти в раздел производства но здесь я уже хитрее и умнее руководство запрещает списывать и бухгалтерия это как бы побудила чтобы запретить списывать по факту что-то а только на основании спецификации лимитно-заборных карт рецептур то есть в чем плюс выпустили 40 фильтров кожаных значит ушло 20 метров кожи ну плюс-минус какие-то отклонения пусть объясняют какие правильно ну форс-мажор или еще что-то да или отходы пусть но какие-то технологические потери а если так что отпустили 200 метров ткани в производство и выпустили 40 фильтров то есть вопрос почему так много кожи или ткани ушло а так мало выпустили и на остатках нет и потом бухгалтерии все в шоке и склад тоже и нет никакого учета то есть могут чему-то привязать а у нас будет привязан для этих целей мы говорим запрет на требования накладные по продукции а используем только отчеты производства тогда в этом случае вы обязательно будете делать в конце месяца еще и отдельно инвентаризации но не завершенки а просто инвентаризации остатков на складах то есть бывает что вы по рецептуре на 10 тортов ушло на каждый торт 8 яиц значит должно быть списано 80 яиц но физически списано и почему-то отсутствует 100 по результату инвентаризации значит 20 яиц будем думать куда как списать производство отчета производства за смену давайте посмотрим создать сразу отчет производства в чем плюс что я могу на дату например 15 апреля я хочу в апреле в следующем месяце 15 апреля 14 счет затрат цех 2 занимается тоже производством фильтров продукции добавить это будет например фильтр а 55 он кожаный у него технических этих написано или давайте фильтра 33 который мы будем производить то есть по сути у нас псевдопроизводство может и просто производство мы за основу берем готовый фильтр есть фильтры когда я буду начинать составляющих с песка угля и всего а тут я взял готовый фильтр и буду обшивать его позже тоже производство тоже количество фильтров например 10 чтобы легко считать по плановой цени 2000 плановая выдумана придуманная она может быть ретро себестоимость прошлого месяца может верно ли что если в прошлом месяце себестоимость была 2000 в этом тоже будет 2000 нет каждый месяц может быть разная спецификация вот в этом случае когда я хочу жестко по рецептуре я использую спецификацию спецификация привязывается к конкретной номенклатуре тот к фильтру А33 привяжен спецификацию вот есть понятие Елена спецификация Елены все да есть спецификация есть комплектация в чем отличие комплектация я комплектую болт и гайку получаю болт и гайку на складе правильно а спецификация это просто рецепт то есть если у меня есть рецепт на производство фильтра А33 не означает что у меня есть на складе фильтра А33 но если они появились я знаю по какому рецепту их сделали а может быть на один фильтр три рецепта ТУ ГОСТ еще что-то еще что-то или если нет яиц на торт можно заменить яичным порошком то есть просто вы должны тогда вам скажут мы выпускали по рецепту G а эти выпустили партии сока по рецепту А то есть тот же сок где-то глюкоза где-то сахароза где-то что-то и тогда будет три спецификации но вы должны знать по какой произвели сейчас эту партию эту по такой эту по такой то есть вроде бы разрешают ГОСТ что сахароза что глюкоза что фруктоза и так далее наименование я пишу какая-то кодовая например 1 2 3 4 фильтр на один фильтр сколько уходит комплектующие я их подберу значит у меня есть искусственная кожа то есть на один фильтр уходит 0,5 метров и у меня есть в товарах папках сидят кристалл фильтр уходит одна штука значит у меня искусственная кожа полметра кристалл фильтр одна штука записать и закрыть количество фильтров скажу что было получено 4 4 фильтра получили если полметра уходит на один фильтр то должно уйти 2 метра кожи и должно уйти 4 фильтра которые мы подобрали там кристалл где я увижу состав материалов на закладке материалов нажимаю кнопку заполнить то есть у меня автоматом 2 и 4 4 кристалла и 2 метра кожи она автоматом написала что буду списывать с этого счета и с какого не с того который нужно потому что зашит для папки то есть кристалл находится и в той папке и в другой на втором уровне 1с мы научимся как зашивать в зависимости от разных условий чтобы она автоматом понимала что здесь должен быть десятый счет а не тащила 41 по умолчанию был настроен 41 но мы настроим счета номенклатуры правильно чтобы в зависимости от складов от различных характеристик параметров она менялась здесь автоматом на нужный счет статья затрат везде материальные расходы счет учета везде десятый кликаем провести проводки у вас десятый счет ушел на двадцатый дебет двадцатого всегда по факту вот они фактические затраты всего 2200 а если плановая на 4 штуки равна 8000 то на одну штуку мы сказали 2000 эти материалов как мало ушло или много то есть на все 4 штуки материалов ушло 2200 а на все 4 штуки как бы себестоимость 8000 это грубая ошибка или может еще будут доп расходы мы не ясновидящие закроем месяц посмотрим вот сейчас нам нужно понять что мы выпустили как фильтра 33 так и ремни как увидеть состав готовой продукции я могу открыть например отчеты анализ субконта и увидеть по номенклатуре что у нас есть конечно меня интересуют 43 счета поэтому я мог бы взять смело отчеты ОСВ по счету 43 и только 43 анализировать вы согласны что себестоимость ремней 50 рублей пока вы не закрыли месяц вы не знаете фактическую себестоимость это всего лишь план фикция вы согласны что себестоимость фильтрова 33 2000 нет это план то есть осталось всего лишь зайти в операции закрытие месяца и закрыть месяц и мы закончим наш семинар но конечно я хочу начиная с марта машина говорит с марта потому что мы в марте 7 марта что-то делали март месяц закроем у нас она сейчас скорректирует все события амортизации переоценки то есть дополнительные переоценка валюты будет влиять на себестоимость наших ремней переоценка валюты это всегда 20 счет или 91 тут подумайте если это зависит от наших цехов какой будет курс валюты центробанка то тогда это 20 счета если это воля центробанка смотрите машина говорит тут внимание у вас проблема 20 счет цех первый ремень ремни нельзя его там закрыть потому что нету затрат по нему вообще по ремням нет затрат а почему нет затрат а давайте посмотрим то есть склад требований накладные конечно там другая группа то есть если в требованиях накладных у вас номенкатурная группа сборка фильтров а мы выпустили ремни она говорит у вас вообще ремни по нулевой себестоимости быть такого не может налоговая если вы покажете себестоимость ноль у себя в отчетах будет ругаться может но не сильно почему потому что налоги большие то есть они понимают если они заикнутся что у вас там себестоимость нулевая получится что вы сознательно и они это понимают занизите налоговую базу они будут молчать могут некоторые инспекторы так чисто как бы хорошо относясь к вам а многие просто молчат то есть если видят маленькие расходы молчат вряд ли они там натравят кого-то чтобы пришли и отняли у вас бизнес потому что они понимают скорее всего просто допустили ошибки ну не может быть что произвели ремни и произвели то или могут прислать к вам следственные комитеты сказать не воруют ли они ремни то есть у них себестоимость наливаю ремней а продают ремни ну или выпускают или еще что-то то есть продукты есть а что еще может быть может быть что мы просто рисуем документы а вообще ничего нет то есть производства нет материалы не покупаем производим что-то и ничего нет такое может быть может ну сейчас она уже будет закрывать все будет хорошо то есть по ремням мы накопили затраты и мы сейчас сразу закроем апрель чтобы сразу два месяца анализировать потому что в одном месяце мы выпускали ремни а во втором месяце мы выпускали фильтры А33 по спецификации по рецепту конечно у вас есть супер справки расчеты в закрытии месяца и ими нужно обязательно пользоваться справки расчеты ну если смотреть месяц март закрытие 20-х счетов калькулят вначале показать проводки чтобы вы понимали что 20-й уходит на 43-й до начисляет 950 рублей потому что мы указали что материалов ушло на 1000 рублей а плановая была всего 50 она обязана до начислить плюс 950 до начислила 26-й косвенный значит если директ костинг уходит на 90.8 а если бы 26-й на 20-й то она бы его распределяла и потом включала бы сюда если посмотреть следующий месяц то есть 20-й показать проводки у вас что произошло со сборкой фильтра 5800 то есть минус 5800 это что означает что мы завысили ту себестоимость на 8000 показали себестоимость а может быть себестоимость 8000 если фактически потратили всего 2200 нет то есть но мы и не знали сколько мы потратим вот машина в конце месяца посчитала раз вы за месяц по дебету набрали 2200 а показали что ушло с кредита 20-го 8000 дельту нужно сторнировать в одном случае доначисляет 950 в другом сторнирует на втором уровне 1С мы более подробно рассматриваем разные затраты у нас там есть строительство по способам у нас есть производство амортизация сложный участок учета 1С основных средств то есть новшества с 17-го года которые возникли рассматриваем комиссионную торговлю розницу операции по переоценке валюты по покупке продаже валюты авансовые отчеты в рублях в валютах превышающие нормы суточных не превышающие то есть все это рассматриваем сложные ситуации учета хозяйственных операций конечно я хочу вам показать справки расчеты справки расчеты калькуляция себестоимости период с 1-го марта чтобы сразу за 2 месяца мы увидели что было ремни если мы выпустили их себестоимость 50 фактическая всей партии 1000 рублей а мы выпустили 50 ремней сколько стоит 1 рубль всего 20 рублей круто вот в ресторанах если проанализировать себестоимость мисо суп или еще какие-то 13 рублей то есть там соль соевый соус еще что-то вода то есть на единицу порции 13 рублей за штуку а продают за 398 например ну или там за 40 то есть это высокодоходный вид бизнеса правильно конечно может одна порция не окупить стоимость аренды и зарплаты всех и все но если много и клиентов посетителей будет то вы скоро быстро окупите например компания которая занимается производством книг или еще чего-то себестоимость 27 рублей продает за 650 или за 450 то есть ну понятно тут нужно понимать что себестоимость будет ниже чем больше массовый объем больше партии больше продаем себестоимость единицы будет уменьшаться если и затраты будете уменьшать если вы будете закупать у оптовых поставщиков много бумаги много целлюлоза много всего-то у ваших же фирм еще ухо можно дешевле купить? можно можно произвести много? можно можно себестоимость занизить? можно а теперь посмотрите 4 кожаных фильтра фильтра A33 он кожаный фильтр вы видите из чего он состоит? из искусственной кожи из кристалла вы видите его состав то есть если ремень состоит только из искусственной кожи вы скажете это даже настоящая кожа искусственная неважно важно что покупатели будут их покупать я смотрю 2200 вся себестоимость выпуска не 8000 а 2200 делить на 4 сколько стоит один фильтр кожаный 550 видим как вы думаете мы реально кожи много потратили по стоимости всего на 100 рублей но если обычные фильтры то здесь реально там на 25 рублей себестоимость удорожала за счет кожи но цену можем в два раза дороже продавать если он в коже чисто эстетично красиво и все домохозяйки его покупают например то есть или например есть жесткий диск в железной какой-то или в пластиковом а есть прорезиненном мягком а есть в кожаном чехле сразу вшитый и они будут покупать там покупатель но в коже он идет 5000 а обычный там пластиковый 2000 а в силиконе в этом 3000 то есть я могу несущественно удорожав свою себестоимость единицы продавать намного дороже ну и конечно чем дороже цена тем меньше спрос может никто и не купит теперь вопрос вернусь в анализ субконта номенклатура мне интересно машина ремни пересчитает помните было 50 рублю а теперь 1000 на 50 то есть она пересчитала 20 рублей за единицу а как она пересчитала себестоимость фильтра 33 пересчитала не нужно посмотреть здесь только отчет производства 14 апреля почему здесь нет то есть если я знаю что я закрывал месяц я видел что там есть я должен что поменять дату отчета 30 апреля иногда банально чисто дата отчета неправильно выбрана тогда вы видите совсем другое то есть было 8000 но мы сторнировали в конце месяца и себестоимость единички всего 2200 точнее 2200 4 штуки а единицы 550 рублей если вы переформируете отчет и здесь будет 30 апреля 2017 года то анализ субконта вам покажет все что нужно 2200 на 4 штуки то есть вы помните что себестоимость всей партии которая есть в остатках это общая сумма на 43 а единицы если мы поделим общую на 4 внимание руководство намеревается продавать фильтра 33 за 500 рублей что вы им должны сказать или довести до их сведения то есть они говорят рыночная цена 800 рублей а мы будем продавать за 500 чтобы все покупатели были нашими и мы завоевали рынок они долго так смогут продавать но пока фирма не обанкротится то есть мы скажем что если себестоимость 550 мы можем иногда демпинговать но мы скажем если все на рынке продают за 800 ну продавайте хотя бы за 600 потому что мы НДСники еще НДСом поделимся и выйдем практически в ноль или в маленький минус правильно потому что если цену назначить 500 рублей а себестоимость 550 за единицу вы и так в минусе а еще от 500 еще отдать 80 рублей например НДСа еще 420 минус 550 уже 130 убытка ну долго так не продержимся если рыночная 800 надо продавать за минимум 600 чтобы поделившись бюджетом 90 рублей например мы были в каком-то мини-плюсе 10 рублей или вообще каком-то то есть бухгалтер может сказать внимание если себестоимость ремня 20 рублей а мы их на рынке продаем по 300 рублей это искусственная кожа ну или по 250 то есть мы можем их продавать например по 100 руководство решило продавать их по 100 их себестоимость 20 конечно можно по 100 продавать и все равно будем выигрыши в электричках например каждому сотруднику даем ремни и говорим по пути домой пожалуйста продайте максимум ремней вот на втором уровне 1с у нас главбук снежина будет и розничным продавцом она будет продавать и фильтры все что может и параллельно бухгалтерам она говорит я и так смогу отразить учет вечером то есть она с 10 до 4 продает а после 16 у нее учетное время она ведет учет ну например почему потому что она говорит мне предлагают двойную зарплату 150 тысяч за продавца и 50 за ведение бухгалтерии согласиться конечно да на сегодня все всем спасибо то есть мы рассмотрели кусочек производственного учета и основное понимание некоторые теоретические моменты на теории бухгалтерии мы рассматриваем подробно все остальные участки производства ну не на теории а на 1с бухгалтерии уровень 2 1с 2 это учет хозяйственных операций в том числе производственный учет сдавальческое сырье просто учет производства спецификации и все всем спасибо если есть вопросы задавайте не стесняйтесь спасибо вот смотрите если мы произвели и продали вы все равно идете в конце месяца в операции закрытие месяца машина машина вы имеете ввиду как периодически нужно предоставлять информацию руководству вот если смотрите кто есть есть бухгалтеры двух типов одни которые не знают куда катится фирма даже трех другие которые знают куда катится фирма но молчат а третьи знают куда катится фирма только через год или через полгода когда они все это увидели то есть руководство всегда любит бухгалтеров которые оперативно это замечают знаете почему плановая должна быть плановая должна быть близко к себестоимости прошлого месяца например если я знаю что у меня кожаные фильтры по 550 рублей в среднем были в апреле я работая в мае я буду исходить из чего из прошлой себестоимости потому что ну при условии что цены на сырье те же или чуть-чуть растут я могу чуть-чуть плановую завысить на 10 процентов правильно зарплата та же затраты те же амортизация та же ничего существенно не поменялось единственное может сырье прыгать стоимость сырья и может ну если вы планировали премии сотрудникам и зарплату увеличить с июня значит вы думаете ага еще и зарплата рабочих вырастет на 5 процентов я плановую увеличу на 10 процентов и соответственно буду и цену думать если не критично цены те же а потом повысим и цены наши выпуск может быть совсем меньше но себе стоимость относительно увеличится единицы вы можете вот планировать вы никогда не угадаете то есть вы должны понимать что если ничего не выпустит у вас затраты большие это будет незавершенка если просто если я ничего не выпустил я не смогу продать ничего не нарушаю правильно если у меня склады пустые и я не могу выпустить вы скажете если мы продаем но это были прошлые но я продаю прошлое то что было по себе стоимостью известные 550 а если в этом месте ничего не выпустил значит эти затраты перекочут на какой месяц на следующий и у меня выпуск следующего месяца будет учитывать двойную зарплату двойную амортизацию двойнее двойнее почему ну потому что незавершенка не может быть списана сразу а будет учитывать тот период когда будет выпуск и такое может быть сплошь и рядом что было 550 а в следующем месяце стало 3000 себестоимостью ну раз я накопил затраты за два месяца я буду говорить планы про этим производственникам чтобы производили в два раза больше ну условно или это нивелируется сегодня плюс завтра минус нивелируется при нормальной деятельности есть или продаж нет то любая фирма просто умрет обанкротится до тех пор она будет жить пока ее подпитывают учредители как только учредители скажут нет сколько можно вас кормить фирма если не самоокупается она непригодна для существования как минимум должна окупать зарплаты рабочих почему чтобы они приходили на работу должна окупать все налоги взносы должна хоть чуть-чуть какую-то прибыль приносить или убытки но учредители нас будут терпеть до тех пор пока учредители терпят будут не дюгru 15 вин . В И о Продолжение следует...